Леонид Иванович Добычин — талантливый и необычный прозаик начала XX века, в буквальном смысле затравленный партийной критикой. Он слишком отличался от писателей, успевавших коммунизм. Добычин писал о самых обычных людях, озабоченных не мировой революцией, а собственной жизнью, которые плакали и смеялись, радовались маленьким радостям жизни и огорчались мелким житейским неурядицам, жили и умирали. В сборник вошли все произведения Леонида Добычина, роман «Город Энн», повесть «Шуркина родня», рассказы и письма. Леонид Иванович Добычин, «Город Энн», сборник, Александру Павловичу Дроздову, «Город Энн», один, дождь моросил. Подолы Умаман и Александр Львовный Лей были приподняты и в нескольких местах прикреплены к резинкам с пряжками, пришитым к резиновому поясу. Эти резинки назывались паш. Блестели мокрые булыжники на мостовой и кирпичи на тротуарах, капли падали с зонтов, на вывесках коричневые голые индейцы с перьями на голове курили. «Не оглядывайся», — говорила мне Маман. Тюремный замок, четырехэтажный, с башнями, был виден впереди. Там был престольный праздник Богородицы Скорбящих, и мы шли туда к обедне. Александра Львовна Лей морализировала, и Маман, растроганная, соглашалась с ней. «Нет, в самом деле», — говорили они, — «трудно найти место, где бы этот праздник был так кстати, как в тюрьме». Сморкаясь, нас обогнала внушительная дама в меховом воротнике и, поднеся глазом пенсне, благожелательно взглянула на нас. Ее смуглое лицо было похоже на картинку Чичиков. В воротах все остановились, чтобы расстегнуть пажи, и дама Чичикова еще раз посмотрела на нас. У нее в ушах висели серьги из коричневого камня с искрками. «Симпатичная», — сказала про нее Маман. Мы вошли в церковь и столпились у свечного ящика. На проскомидию, отсчитывая мелочь, бормотали дамы. Отец Федор в золотом костюме с синими букетиками, кланяясь, ходил навстречу нам. Я был польщен, что он так мило встретил нас. За замком шла железная дорога, и гудки слышны были. В иконостасе я приметил Богородицу. Она была не тощая и черная, а кругленькая, и ее платок красиво раздувался позади нее. Она понравилась мне. С хор на нас смотрели арестанты. «Стой, как следует», — велела мне Маман. Раздался топот, и, крестясь, явились ученицы. Учительница выстрела их. Она перекрестилась и, оправив сзади юбку, оглянулась на нее. Потом прищурилась, взглянула на нашу сторону и поклонилась. Мадемуазель Горшкова, — пояснила Александра Львовна, покивав ей, — дама Чичиков от времени до времени бросала на нас взгляды. Вдруг тюремный сторож вынес аналой и кашлянул. Все встали ближе. Отец Федор вышел, чистя нос платком. Он приосанился и сказал проповедь на тему о скорбях. «Не надо избегать их», — говорил он. «Бог нас посещает в них». Один святой не имел скорбей и горько плакал. «Бог забыл меня», — печалился он. «Ах, как это верно!» — удивлялись дамы, выйдя за ворота и опять принявшись за пажи. Дождь капал понемногу. Мадемуазель Горшкова поравнялась с нами. Александра Львовна Лей представила ее нам. Ученицы окружили нас и, отгоняемые мадемуазель Горшковой, отбегали и опять подскакивали. Я негодовал на них. Так мы стояли несколько минут. Посвистывали паровозы. Отец Федоров забрался на дрожки и, толкнув возницу в спину, укатил. Мы разговаривали. Александра Львовна Лей жестикулировала и бугнила басом. «Верно, верно!» — соглашалась с ней маман и поколыхивалась шляпой. Мадемуазель Горшкова куталась в буа из перьев, подымала брови и прищуривалась. Ее взгляд остановился на мне, и какое-то соображение мелькнуло на ее лице. Я был обеспокоен. Дама Чичиков тем временем дошла до поворота, оглянулась и исчезла за углом. Простившись с мадемуазель Горшковой, мы поговорили про нее. Воспитанные похвалили ее мы и замолчали, выйдя на большую улицу. Колеса грохотали. Лавочники, стоя на порогах, зазывали внутрь. «Завернем сюда», — сказала вдруг маман, и мы вошли с ней в книжный магазин «Кусман». Там был полумрак, приятно пахло переплетами и глобусами. Томная «Кусман», блеклыми глазами, грустно оглядела нас. «Я редко вижу вас», — сказала она нежно. «Дайте мне священную историю», — попросил у нее маман. Все повернулись и взглянули на меня. «Кусман» показала на меня глазами, сунула в священную историю картинку и, проворно завернув покупку, подала ее. Рубль десять объявила на цену и потом сказала для вас рубль. Картинка оказалась ангел. Весь покрытый лаком, он вдобавок был местами выпуклый. Маман наклеила его в столовой на обои. «Пусть следит, чтобы ты ел как следует», — сказала она. Сидя за едой, я всегда видел его. «Миленький», — с любовью думал я.